Добро пожаловать на просмотр видео. В ближайшие 10 минут вы узнаете всё о новом продукте от GenSoftware, предназначенном для мобильных устройств в виде новой части серии игр Farming Simulator. Ни для кого не секрет, что разработчик выпускает новые части, чередуя поддерживаемые устройства. Чуть больше года назад на ПК вышел Farming Simulator 2022, и в этом году настала очередь мобильных устройств. Farming Simulator 2023, или же новый гигант в сфере симуляторов фермера на мобильных устройствах. За день до выхода видео новый продукт был анонсирован самим разработчиком. Дата выхода симулятора назначена на 23 мая 2023 года. На момент выхода видео ждать осталось чуть меньше 3 месяцев. Неожиданный анонс и небольшой период ожидания новой части вызвал бурю положительных эмоций у игроков, что вполне ожидаемо. Напомню, что в последний раз фарминг для мобильных устройств вышел аж в конце 2019 года. Ни много ни мало прошло почти 3 года, и хочется ждать от симулятора чего-то нового, того, чего не было в предыдущей части. Что ж, и игроки это получат. Перед тем, как я начну перечислять с пояснениями все новые фичи симулятора, обязательно отмечу, что уже прямо сейчас можно оформить предзаказ новой части на любое из трех поддерживаемых мобильных устройств, а именно Android, iOS и Nintendo Switch. Сумма предзаказа равна 750 рублям. И да, если 2020 часть весила 600 мегабайт, то новая стала весить почти в 2 раза больше, а именно гигабайт 100. Так скажем, вкурсоводящая информация закончилась, теперь будем говорить только о новинках. Вот она, самая интересная часть этого видео. Две новые карты. Amberstone и Newbrand. Где Amberstone расположен в Северной Америке, а Newbrand в Германии. Симулятор будет включать в себя более 100 единиц транспортных средств и оборудования, среди которых новые бренды и многое другое. Три новые культуры. Сорга, виноград и оливки. Для выращивания и уборки новых культур за исключением сорга, появится новая техника и оборудование, так как виноград с оливками требуют специального ухода и значительно отличаются от остальных культур, как внешне, так и по методу выращивания и сбора. Полевые работы станут разнообразнее, благодаря появлению дополненной вспашки и прополки. Новый тип животных. Куры. Они будут самыми малотребовательными животными в плане ухода и затрат, но в то же время самыми малоприбыльными. Производственные цепочки. А вот тут стоит остановиться. Многих возникает вопрос, а что это вообще такое? Объясню простыми словами. Раньше в фарминге было всего три цепочки. Это выращивание урожая, его сбор и продажи. Сейчас этих цепочек станет больше. После того, как мы вырастим и соберем урожай, мы можем решать, что с ним делать. Как раньше сразу продать и получить минимальную прибыль, или же отправить на переработку или производство. Где из этого урожая мы получим определенный продукт, который также сможем продать, но уже куда дороже. Например, мы собрали пшеницу, везем ее на мельницу, туда же завозим воду и получаем муку. Далее эту муку везем в пекарню. Дополнительно завозим сахар, воду и так далее. И получаем хлеб. После чего везем хлеб на продажу. Да, это сложнее и затратнее, чем просто продать пшеницу, но в то же время это более интересно и прибыльно. Разнообразие геймплея с такой системой гарантировано. В описании шла речь про систему некой автоматической погрузки бревен и поддонов. Параллельно был прикреплен скриншот погрузчика, который в мобильной версии мы видим впервые. Что опять же намекает на разнообразие геймплея. Самое внимательное заострили внимание на слове бревен. Да, вы все верно поняли. Лесоводство возвращается в мобильный фарминг. Последний раз на мобилках взаимодействия с деревьями мы видели еще в версии 2017 года. В предыдущей версии 2020 года деревья были исключительно декорацией. В версии 2023 года лес это теперь отдельная промышленность. Ну и последнее, что известно из нововведений, это внедрение системы сезонов. Теперь в мобильной ферме не один сезон на весь год, а как положено 4. Зима, весна, лето, осень. Отражаться сезоны будут как визуально в плане сугробов, падающего снега и холодов, так и экономически в плане падения или роста цен на те или иные товары, а также невозможности выращивания некоторых видов культур. Более того, благодаря сезонам появится снегоуборочное оборудование. На этом вся известная информация закончилась. Я рассказал по максимуму все, что было известно и сделал это максимально кратко и доступно. Из всей изложенной информации мы выяснили, что основное отличие новой части бот заключается в расширении геймплея путем добавления новых систем, брендов, культур и животных. Также по скриншотам мы видим, что улучшилась графика и окружение. Новая часть фарминг симулятор обещает быть интересной. Единственное, что может этому помешать, это оптимизация. Как произошло с фарминг симулятором 2020, когда многие игроки так и не смогли насладиться мобильным геймплеем из-за несовместимости игры с устройством, очень маленьким количеством кадров в секунду и многими другими неприятными факторами. На этой минуте видео подошло к концу. Разумеется, ссылку на официальную страницу сайта, где можно сделать предзаказ игры, я оставил в описании. Что думаете вы по поводу новой части фарминга, пишите в комментариях. Обсудим вместе. Встретимся в следующем видео или на стриме.